Программа «Лыжи мечты» – это программа реабилитации детей с помощью занятий горными лыжами. Эту тему мы нашли три года назад в Америке, куда мы повезли своего сына Евгения специально попробовать его поставить на горные лыжи. В штате Юта, в городе Солт-Лейк-Сити, в Олимпийском парке, где проходила в свое время Олимпиада, есть такой центр. Билити-центр он называется. И мы, в общем, абсолютно, скажем так, не рассчитывая на успех и в некотором роде даже авантюрно туда отправились. И мы, честно говоря, даже не думали, что мы сможем запихнуть вот эти ДЦПшные ноги в лыжные ботинки. И результат этих занятий превзошел все наши ожидания, потому что Женя за 15 занятий не только поехал безо всяких вспомогательных приспособлений, но он изменился просто на глазах. То есть мы видели, как каждый день меняется походка, координация, как он становится более уверенным. В общем, это было какое-то совершенно, абсолютное чудо. Он прямо на глазах, Женька, начал распрямляться. То есть прямая спина, руки, все, он прямо с такой, как памятник Гагарину стал в какой-то момент. И мы решили, что, конечно же, это надо повторять и поехали во второй раз. В Америке система построена таким образом, что если у вас есть горнолыжный курорт, то вы должны предоставлять возможности также для занятий людей с ограниченными возможностями. Через год мы повторили эту попытку, и результат был еще лучше, что Женя ездил быстрее, и, соответственно, он тоже разгибался на глазах. Причем это видно было не только нам, но и его преподавателям, в частности, его педагогам по хореографии, потому что он был студентом театрального вуза в тот момент. То есть, в общем, всем близким людям это было очевидно. Это был первый опыт нашей жизни за 25 лет, когда мы за короткий период получали такой невероятный результат. Есть горнолыжные сообщества, где люди очень доброжелательные в большинстве своем, очень какие-то такие, они вместе, они какие-то такие отзывчивые, они очень как бы подбадривают друг друга. И когда мы там катались, там не было, наверное, человека, американца, который там ему не крикнул, там, good job, хорошая работа, или там, ты наш чемпион, или там, русский, мы с тобой. У него была надпись «Россия» на спине, чем он, конечно, еще особенно, видимо, покорял наших американских друзей. Сказать, что это эмоциональное абсолютно чудо и для детей, и для родителей, в общем, это не сказать ничего. Дело в том, что я, честно говоря, сама потрясена результатом, потому что самая маленькая участница проекта, Яна, вчера отпустила ручки и поехала без оборудования. У нас уже девочка, самая тяжелая девочка Даша, у которой тетропорез, то есть все четыре конечности поражены, плюс к тому она абсолютно незрячая, она уже ездит без оборудования. Нам кажется, что, во-первых, это очень здорово, что человек может выпрямляться физически, второе, он может получить какое-то очень хорошее общение, очень правильное, очень такое доброжелательное и очень такое открытое. Это второе. И третье, мне кажется, это надо обязательно переносить в Россию, чем мы сейчас занимаемся. Ну и, собственно говоря, сейчас программа запущена на частные средства, поэтому у нас, в общем, и финансовые возможности достаточно ограничены. Сейчас мы находим все ситуации, когда на пять курортов у нас два комплекта оборудования. Нам очень нужна ваша помощь, нам очень нужно собрать средства для того, чтобы мы все смогли увидеть эффективность этой методики. Ничего настолько эффективного в своей жизни я с точки зрения реабилитации детей с диагнозом ДЦП не видела. Данная программа, в первую очередь, направлена на то, чтобы дети смогли почувствовать себя независимыми, и чтобы они смогли двигаться и чувствовать себя гораздо более уверенно, без поддержки, и таким образом чувствовали себя полноценными личностями. На каждом, мне кажется, горнолыжном курорте должна быть такая школа или филиал вот этой программы, где должны быть инструкторы, где должно быть оборудование. И это очень будет помогать вот таким ребятам, не только таким, и с другими, скажем так, ограничениями физических возможностей. И в возможностях им будет это очень помогать не только физически распрямляться, но и это добавляет очень такой социальной уверенности, что тоже для них, наверное, еще важнее. Я умею, я преодолеваю, я могу быть равным вам, я могу быть успешным, я могу быть здоровым и физически крепким. Но понимаешь, что ты поднялся на более высокий для себя моральный уровень, что ты понимаешь, что ты можешь это сделать. Субтитры создавал DimaTorzok